Синхронное моделирование. В данном уроке рассмотрим на примере простых моделей, как перемещать грань, сохраняя геометрию модели и согласовывая смежные грани, как смещать грань или грани от текущего положения и автоматически смещая смежные грани. Соответственно, как заменить набор грани другим набором грани и как удалить грани из тела, расширяя оставшиеся фасеты, чтобы закрыть пустоту. Рассмотрим функцию перемещения грани в синхронном моделировании. В данном примере имеем модель выхлопной трубы и как задачу поставим изменить сечение трубы, сохраняя ее геометрию. Для этого нажимаем на переместить грань во вкладке синхронное моделирование и выбираем сечение трубы, которая будет изменяться. После этого в левой части экрана задаем расстояние для изменения сечения. К примеру, 5 дюймов, либо же наоборот, в сторону уменьшения. Минус 3 дюйма. Как можно заметить, вся геометрия трубы сохраняется. И также это можно сделать путем перетягивания специальной вспомогательной стрелки. Либо же в обратную, либо в другую сторону. Также можно задавать изменяемый угол сечения. Таким образом, сечение трубы увеличилось на несколько дюймов и также изменило свой угол. С помощью инструмента переместить грань. Функция замены грани в синхронном моделировании. В данном примере рассмотрим, как сделать из трех петель дверной навески сделать одну слитную, то есть цельную, петлю для дверной навески. Для этого нажимаем на «Заменить грань» во вкладке «Синхронное моделирование». Далее выбираем одну грань первой петли. И во вкладке «Замена грани» выбираем вторую грань. И, как можно увидеть, уже из двух петель создалась цельная одна петля. Нажимаем «Ок». И точно таким же образом для третьей петли. Нажимаем на «Заменить грань». Выбираем одну из граней петель и также вторую для замены грани. И нажимаем «Ок». Итак, вот таким легким и быстрым способом можно заменить грань в синхронном моделировании. Функция удаления грани в синхронном моделировании. В данном примере имеем обычную коробку с двумя прямоугольными высечками. Рассмотрим, как же легко и быстро удалить данные высечки. Нажимаем на «Удалить грань» во вкладке «Синхронное моделирование» и выбираем все грани, которые образуют высечки на коробке. Для первой грани, то есть высечки и второй. И нажимаем «Ок». Как видим, с помощью выделения необходимых граней можно легко удалять ненужные элементы на модели. Функция смещения области в синхронном моделировании. В примере имеем примитивную коробку с несколькими отверстиями на ней. Рассмотрим, как легко увеличить или же уменьшить отверстия. Для этого нажимаем на «Смещение области» во вкладке «Синхронное моделирование» и выделяем все грани отверстий или же элементов, которые необходимо сместить. Далее зададим значение в 1 мм. И, как можно увидеть, отверстия уменьшились на 1 мм. Если же необходимо их увеличить на 1 мм. В левой части экрана, в модели инструментов, нужно сменить направление. И в этом случае отверстия уже будут увеличены. Нажимаем «Ок». И таким образом легко можно смещать области любых элементов на модели. Рассмотрим, как вытянуть грань из модели для того, чтобы добавить или вычесть материал. Для этого перейдем дополнительно ко вкладке «Синхронное моделирование» и выберем вытягивание грани. Далее выберем необходимую грань, которую нужно изменить. и зададим расстояние 15 мм. Если же необходимо вычесть материал, необходимо добавить минус перед числом. Либо же это можно сделать путем перетягивания вспомогательной стрелки, как в первом примере. Вытянем материал на 10 мм. И нажимаем «Ок». И таким легким образом можно вытягивать или вычесть материал из модели. Играет целая